А теперь к новостям спорта. Футболисты Шахтера вернулись в Караганду. Не со щитом, но и не на щите. Впереди борьба за чемпионат и Кубок Казахстана. Шансы пока неплохие. Главное, своих футболистов верят болельщики. В фойе аэропорта Сары-Арка задолго до прилета самолета с футбольным клубом «Шахтер» было торжественно убрано. И несмотря на то, что наши футболисты накануне проиграли вдобавок к неудаче в Европе и Чемкенскому ордобасы со счетом 4-0, любви к команде у фанатов не убавилось. Торжественная встреча состоялась. Своё дитя роднее всех, хоть и неказисто на вид. Шахтеру дают фору и руководителю области, и болельщики только заодно. Пробило в окно Европу. И сегодня в преддверии игр Лиги Европы мы пришли сюда вас поддержать во главе с вашим тренером, капитаном, руководством клуба. Вы действительно достойно показали игру. Вы представили в целом не только караганку, вы представили весь Казахстан. 100-летие казахстанского футбола и 55-летие футбольного клуба «Шахтер» всё-таки отмечаются с неплохими результатами. Мы тоже очень рады, что смогли добиться игр в Лиге Европы. Какой-то осадок, конечно, остаётся, что не попали в Лигу чемпионов, но, наверное, всему своё время. Но видно, что ребята устали. Серьёзный разговор и оценка игр ещё впереди. Пока звучат слова благодарности, хоть и несколько в минорном тоне. Все всё понимают. В этом году историческая дата в целом казахстанского футбола и наш небольшой вклад именно в дорогу в Европу, я думаю, небольшую в Лигту несли. Поэтому это общая наша победа, дорогие болельщики. Спасибо вам всем. Спасибо и футбольному клубу «Шахтер». Болельщики ждут результатов. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok